Друзья, всем привет! Сегодня у нас на канале ремонт телефона Престижа, модель PSP5515Do. Данный телефон поступил с жалобой, не включается, и сегодня наша задача его отремонтировать. Он немного в отбитом состоянии, но клиента он полностью устраивает, менять он его не хочет. Обратился с нам с просьбой восстановить данный аппарат, чем мы сегодня будем заниматься. Как объяснил клиент, что данный телефон стоял на зарядке, с него повалил дым. С такими симптомами, конечно же, необходимо будет разбирать телефон и посмотреть, что же там у нас сгорело. В принципе, чем сейчас я буду заниматься, сейчас по-быстрому его сберу, а потом по факту определимся, как нам действовать. Думаю, что необходимо будет здесь реболить, паять, в общем, все как вы любите. Приступаем! Субтитры сделал DimaTorzok Прошу обратить внимание, что здесь есть следы оплавления самого корпуса. Возможно, в этом месте как раз таки вся проблема. Сейчас мы быстро снимем пату и посмотрим, что же там произошло. Субтитры сделал DimaTorzok Да, ребята, основная проблема здесь контроллером питания. Он пробитый у нас, постараюсь так, чтобы вам тоже было видно. В нем дырка присутствует. Давайте для начала прозвоним, посмотрим, что же у нас с обвязкой. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребят, как вы могли слышать, на конденсаторах в районе контроллера питания присутствует короткое замыкание. Такого не должно быть, поэтому в первую очередь мы сейчас паяем сам контроллер и сделаем повторную прозвонку. А также довольно часто бывает, что вышедший из строя контроллер питания за собой тащит еще и процессор. Необходимо будет его тоже менять, но это мы определимся после повторной прозвонки без контроллера питания. Далее, я думаю, передвигаемся на шпаяльный столик и будем определяться. Сейчас мы немного зачистим паяльником, для прозвонки этого будет достаточно, а также уберем лишний флюс. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, ребят, ниде коротков сейчас нету, так что можно смело будет попробовать посадить сюда нормальное КП. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все готово, контроллер мы пересадили, теперь дадим немного времени плате остыть и будем пробовать проверять. Все готово, платомаша остыла. Сейчас мы в первую очередь прозвоним на те же самые конденсаторы, посмотрим ушло ли короткое, но в теории все должно быть хорошо. Смотрите, все отлично, можно теперь попробовать установить плату обратно в телефон и посмотреть что получилось. Короткого нигде нету, думаю что нам повезло, процессор не будем менять, хотя бывали такие случаи, что приходилось менять и процессором. Подсоединяем сейчас только дисплей, аккумулятор и попробуем подсоединить к зарядному устройству и посмотреть на рисункованную батарейку. Подсоединяем зарядное устройство. Есть потребление. И аппарат нарисовал нам батарейку. Это хорошо. Потребление хорошее. Сейчас дождемся анимашки, если анимация будет, значит есть все признаки, что можно будет далее собирать сам аппарат. И есть анимация. Аккумулятор здесь почти заряжен. Все вроде бы хорошо. Теперь переступаем к этапу сборки, а дальше уже будем подводить итоги. Как выясnnите малышки. Еще будем к encore trướcу. Акост 20 секунд. Кому ہے fruits иего вес, которые процедец к карты. Это preparing для средней работы на арте tray소 issue. ПотребrillGRIDRД до 17. Хорошина использует次ar система в подсоединенияaganosaic оптимиз rainy. В общем, ребят, все работает, теперь дособираем до конца. Да, ребят, вот видео подошло к концу. Все прекрасно починили, вы сами все прекрасно видели. Основная проблема оказалась только в контроллере питания. Ожидалось, конечно, немного чего-то большего, но проблема только в КП. Клиенту повезло, он немного сэкономил на этом денег, но мы меньше всего заработали. Но переживать не стоит, у нас еще много техники на ремонт, будем снимать и продолжать. В общем говоря, спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на наш канал, если вы не подписаны. И как всегда, всего доброго, пока.